Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Секрет рыбалки прост, держи удачу за хвост. Сейчас мы едем заниматься очень интересным делом. Мы давно мечтали посмотреть, как играют зимние блёсна на разных глубинах. Наконец-таки у нас появилась возможность, и мы посмотрим, как играют зимние приманки на глубинах от 1 до 12 метров. Это сложная задача, потому что и освещенность подо льдом, и прозрачность воды диктуют очень жесткие требования к качеству съемки и к возможности снимать на таких глубинах. Но эти задачи мы с успехом решили, посмотрим, что из этого получится. Уже несколько столетий рыболовы зимой ловят рыбу на блесну. За это время придуманы тысячи различных видов блёсен, и на них поймано бесчисленное количество рыбы. На сегодня, казалось бы, всё, что можно сказать о зимних приманках, уже сказано. Однако до сих пор зимние блёсны и балансиры продолжают хранить одну тайну. И этой тайной является их игра. До настоящего времени еще никто не пытался продемонстрировать, как изменяется игра зимних приманок в зависимости от глубины ловли. При помощи специального видеооборудования для подводной съемки мы постараемся снять барьеры и посмотреть, как играют блёсны и балансиры на глубине от 1 до 12 метров. Чтобы хорошо ловить рыбу на блесну, нужно знать, как блесна играет. Именно поэтому опытные рыболовы так много времени проводят дома у ванной с водой. Еще лучше проверять игру блесны возле водосброса водохранилищ. Там гораздо глубже, чем в ванной, и игра приманок более реальная. В процессе тестирования определяется, при каких взмахах блесна работает лучше, какая у нее пауза и как ей нельзя играть. Кроме того, в случае необходимости, блесну можно самостоятельно подстроить. Для нас совершенно непонятно, как можно ловить блесной, не зная, как она работает. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Даже если мы прекрасно знаем игру блесны, все равно оказывается, что на небольшой глубине блесна отлично ловит рыбу, а на чуть большей уже нет. И это заметно не только по клеву рыбы, но и по ощущениям. Дело в том, что если играть одной и той же приманкой на малой, средней и большой глубине, сразу становится заметно разницей именно в ощущениях. Нет, что-то не то. Перестало подвисать. Любая хорошая блесна на падении в воде играет и как бы подвисает. Если вдруг на определенной глубине она перестает подвисать, мы понимаем, что она стала играть как-то иначе. Можно предположить, что если блесна перестала подвисать после взмаха, то она и не будет ловить. Но это далеко не так. Существуют блесны, которые не должны подвисать. Это так называемые гвоздики или тычки. Бывают моменты, когда именно на эти блесны рыба ловится лучше всего. К примеру, очень часто судак зимой отдает предпочтение так называемым гвоздеобразным блеснам. И по глухозиме окунь тоже на них великолепно ловится. Эти блесны после взмаха быстро падают носом вниз почти вертикально или под небольшим углом. При этом рука мгновенно после сброса ощущает характерный тычок. Затем они довольно медленно возвращаются к вертикальной оси. И именно в этот момент и появляется у них некое подобие игры. Самый радикальный гвоздик при свободном падении вообще не отклоняется. А просто поднимается и падает вверх-вниз, как будто это иголка воображаемой швейной машинки. Итак, если есть блесны-гвоздики, то логично предположить, что есть и другой тип блесен. Конечно, это планирующие блесны. Такие блесны после свободного падения ложатся горизонтально и имеют ярко выраженную игру. И эта игра не прекращается даже после того, как блесна спланировала и возвращается к центру лунки. Если не увлекаться промежуточными вариантами и деталями, то практически все существующие блесны по типу игры можно разделить на две большие группы. Это гвоздики И планирующие блесны. Такое разделение очень помогает, когда дело касается игры приманок на разных глубинах. Просто оказалось, что глубина неизбежна из любой, даже самой планирующей блесны, делает гвоздик. Как это происходит и по какому алгоритму, мы сейчас расскажем. Для начала рассмотрим классический судаковый гвоздик. На глубине полтора метра блесна на свободном сбросе быстро падает носом вниз, под углом порядка 30-35 градусов. И затем очень медленно возвращается к центру лунки. Обычно время возврата такой блесны от 8 до 15 секунд. То есть довольно большое. Это весьма положительно сказывается на клеве рыбы, особенно окуня и судака. Но как оказалось, у этого типа блесен есть большая проблема. И эта проблема быстро прогрессирует с увеличением глубины. Раньше мы тоже думали, что гвоздик на глубине играет точно так же, как и на относительной мели. Однако оказалось, что это далеко не так. На трех метрах гвоздики начинают все меньше и меньше уходить в сторону от лунки. С глубины 6 метров любой классический гвоздик уже играет вверх-вниз вообще без отклонений. Это, конечно, тоже игра, но далеко не та, которую от них ожидаешь. И главная проблема такой игры в том, что сразу после падения блесна мгновенно останавливается. Рыболов же при этом считает привычную для данной блесны паузу. Но ведь блесна во время паузы совершенно не играет и, соответственно, для рыбы неинтересна. Еще совсем недавно при ловле на гвоздик мы тоже держали большую паузу, в которой, как оказалось, никакого смысла нет. Самое интересное, что даже уменьшение диаметра лески не помогает гвоздику на глубине играть так, как при тестировании на мели. Видимо, на игру блесны гораздо большее значение оказывает давление и плотность воды, чем диаметр лески. Оказалось даже, что на толстой леске игра гвоздика для глаза более плавная и приятная, чем на более тонкой леске. Но при ловле на большой глубине и на толстой, и на тонкой леске игра гвоздика все-таки строго вертикальная, без малейшего отклонения от осилунки. Таким образом, если играть гвоздиком по принципу в подъем, свободный сброс, пауза, то на глубине более 4 метров игра приманки становится вертикальной. Блесна совсем не отклоняется от оси, и нет никакого смысла держать длинную паузу между взмахами. Однако, как оказалось, даже вялую игру гвоздика вполне можно оживить при помощи специального приема. Но об этом чуть позже. Блесны типа гвоздика очень хороши, но их игра весьма проста. Порой складывается впечатление, что если к обычному строительному гвоздю приделать тройник и ловить им на глубине, то он там будет ловить рыбу ничуть не хуже гвоздика. Теперь перейдем к планирующим блеснам. Их так много, и они настолько по-разному играют, что кажется, будто в них нельзя разобраться. Однако и тут глубина все быстро расставляет по своим местам. Естественно, и планирующие блесны регулируются и настраиваются на небольшой глубине. Этот класс блесен может играть совершенно разнообразно, но основной их особенностью будет то, что после взмаха они ложатся горизонтально, и при этом весьма ощутимо подвисают. То есть после взмаха удельником проходит некоторое время, пока блесна успеет так или иначе спланировать в близком к горизонтальному положению. Ловить на планеры очень интересно, так как у этих блесен очень богатая игра. Они живые, покачивают боками, дрожат, вибрируют и выдают множество вариантов игры. К большому сожалению, чем глубже мы опускаем любой планер, тем скуднее и проще становится его игра. На глубине более 4 метров у большинства таких блесен теряются покачивания, дрожания и вибрации, которые были так хороши на мели. Теперь посмотрим, как играет эта же блесна на 6 метрах. Если же мы начинаем опускаться еще глубже, то становится совсем интересно. Как правило, после 6 метров глубины все планеры начинают превращаться в гвоздик. Вот этот планер уже четко гвоздит, то есть практически без паузы падает вниз после взмаха. Как только планер полностью потерял игру и начал радикально гвоздить, то ловля на него на этой и больших глубинах уже теряет смысл. Важно только знать глубину, при которой планер превращается в гвоздик. Она определяется при игре блесной на разных глубинах, начиная с самой маленькой до самой большой. Сначала планер на малой глубине подвисает. Затем наступает глубина, когда блесна вдруг начинает гвоздить, то есть падать носом вниз и стучать в руку. Это очень заметно по резкому сокращению времени подвисания блесны. Эту глубину обязательно нужно запомнить. В идеале нужно так протестировать все блесны планирующего типа. Мы выяснили, что как только планер начал гвоздить, к этой глубине при ловле можно добавить еще не более двух метров. А глубже неизбежно планер начинает превращаться в гвоздик и просто падать вверх-вниз без малейшего отклонения в сторону от оси лунки. Стоит один раз по такому алгоритму прогнать все свои планеры, как становится понятно, какой блесной нужно играть на той или иной глубине. Ведь у каждой блесны есть глубина, на которой она играет великолепно, средняя и вообще не играет. Все, уже гвоздит. Зная возможности каждой своей блесны, вы можете ловить рыбу гораздо успешнее, чем когда вы не знаете эти возможности. Еще очень важно и тестировать блесны, и ловить ими с использованием одного и того же удильника и диаметра лески. Теперь, когда многое в изменении игры блесен стало понятно, перейдем ко второму важному вопросу. Как лучше играть блесной? Это гораздо более сложный вопрос, чем может показаться. Тут тоже глубина диктует совершенно четкий алгоритм, как нужно играть блесной. Но перед этим рассмотрим еще один важный момент. Это касается первого опускания блесны в лунку. Наблюдая за блеснами на глубине более 4 метров, мы заметили любопытную особенность. Практически все блесны, кроме радикальных гвоздиков, после сбрасывания в лунку требуют паузу не менее 25 секунд. До того момента, как вы начнете отмерять глубину. Да-да, вы не ослышались. Это время необходимо для того, чтобы улетевшая в сторону блесна успела вернуться к оси лунки. Причем на всем протяжении этой паузы приманка очень и очень интересна для хищников. Не додерживая первую паузу, вы лишаетесь множества возможных поклевок. Кроме того, даже глубину в месте ловли без паузы нельзя померить, так как она будет весьма искаженная. С увеличением глубины эта пауза может быть даже значительно больше 25 секунд. К примеру, на глубине более 12 метров приходится ждать более минуты, пока блесна вернется к центру лунки после того, как мы ее сбросили. Лишь после того, как блесна вернулась к вертикали, можно плавно ее опустить на дно, чтобы померить глубину. Первое падение блесны имеет важное значение с точки зрения реакции рыбы на приманку. По монитору подводной камеры мы четко заметили, что наибольший интерес у рыбы вызывает блесна именно в первый момент. То есть реакция рыбы на появление блесны обычно сильнее, чем уже на саму игру. В некоторых случаях можно после того, как блесна на первом сбросе ушла далеко в сторону от лунки, уже сразу начинать блеснить, пока она возвращается к оси лунки. Это тоже очень хороший прием. Ну вот, теперь уже можно и отмерять дно. Немножко глубже здесь. И теперь переходим уже к нормальному блеснению. Во все времена ценились блесны, которые на падении планируют с ярко выраженными боковыми колебаниями. Но, как правило, на глубине более двух метров практически все блесны теряют эту важную особенность игры. Но некоторые все-таки могут сохранить яркую игру и на глубинах даже более шести метров. Найти такую блесну – большая удача. К сожалению, без подводной камеры это сделать весьма проблематично. Посмотрим под водой на игру еще одной летней блесны. Обратите внимание на очень красивые колебания не только на падении, но и на подъеме. Причем данная приманка позволяет делать плавные и резкие подъемы, а также подбросы любой высоты. Глядя на игру такой блесны, понимаешь, что все-таки есть приманки, на которую не нужно учиться ловить. А они будут ловить сами, как ими не играй. Теперь расскажем непосредственно о технике блеснения на разных глубинах. Анализируя игру блесен, мы заметили, что большое разнообразие игры можно достичь лишь на глубинах до полутора метров. Далее, по мере увеличения глубины, блесна начинает постепенно терять вибрацию, подвижность и колебания. Причем, чем глубже мы опускаемся, тем этот процесс становится заметнее. После 6 метров глубины приманка уже превращается из планера в гвоздик и на сбросах падает носом вниз. При достижении глубины 12 метров блесна вообще уже начинает падать строго носом вниз без отклонений. Можно ли что-то сделать и заставить ее играть? Да, можно. Переходим на короткие подбросики. Обратите внимание, как симпатично заиграла блесна даже на значительной глубинах. Причем, приманка сохраняет стабильность и повторяемость игры теперь на любой глубине. Как только переходишь на короткие взмахи, блесны вдруг начинают стабильно играть на любой глубине. Основным секретом этой игры будет высота взмаха. Высота взмаха не должна превышать высоту блесны. В таком случае на любой глубине игра блесны будет стабильна и будет выглядеть примерно вот так. Она ложится в сторону и возвращается назад. Ложится в сторону и возвращается назад. Очень красивая игра. Действительно оказалось, что и трехсантиметровый блесной можно отлично играть на предельных глубинах, если делать сверхкороткие взмахи. Причем это должны быть не подъемы, а именно подбросики. Посмотрите, как красиво заиграли легчайшие пляжные окуневочки на глубине 12 метров. При коротких подбросах блесны продолжают отлично играть и на больших глубинах. Мы не заметили изменений в игре даже на 20 метрах глубины. В то время как на обычных плавных подъемах-сбросах эти же окуневочки безжизненно гвоздили уже начиная с 4 метров глубины. А на полутора метрах эта же планирующая блесна великолепно играла с множеством вибраций и покачиваний. Даже вот такая малюсенькая окуневая блесна на глубине 12 метров вполне сносно играет, если работать очень-очень короткими взмахами, равными длине этой блесны. Если делать более широкие махи, блесна уже, естественно, работать не будет. Но стоит опять перейти на сверхкороткие подбросики, и блесна вновь оживает, причем на любой глубине. Еще одним открытием для нас стала просто великолепная вертикальная игра многих летних блесен. Это особенно ценно потому, что хорошие фирменные блесны, похожи одна на другую, как близнецы-братья. И если оторвешь такую, то взял следующую и в ней полностью уверен. Нужно лишь подобрать необходимую блесну для той рыбы, которую хочешь ловить. Для щуки крупную и широкую, для судака среднюю и более длинную, а для окуня самую миниатюрную. Чем крупнее и шире колебалка, тем большее время она после сброса возвращается к оси лунки. Вот теперь можно отмерять глубину. Крупный планер позволяет играть подъемом-сбросом даже на значительной глубине. Причем красивее и гораздо привлекательнее, чем тяжелый гвоздик, проводимый короткими рывками. Основное отличие такого планера от гвоздика в том, что им можно играть и плавными потяжками, и короткими рывками. Гвоздик же допускает только один тип игры на таких глубинах, и это ограничивает его возможности. Критерий отбора прост. Если летняя блесна красиво играет зимой на небольшой глубине, порядка полутора метров, то она будет хорошо играть и на значительно большей глубине. Сейчас мы уже особо и не нуждаемся в подводной камере, для того, чтобы проверить игру блесны на разных глубинах. Мы просто все блесны проверяем на мели, на широких взмахах и на коротких, равных длине блесны. Тем самым, мы уже четко знаем, как играть блесной на глубине, где приманка начинает гвоздить. В этот момент просто переходишь на короткий взмах, и блесна вновь заиграла. На коротких взмахах будут отлично играть все блесны с несимметричным профилем, одинарным или S-образным изгибом. Такие блесны сразу ложатся горизонтально и быстро возвращаются назад, в ту же точку. При коротких взмахах они будут стабильно играть на всех глубинах, вплоть до самых больших. Если же делать более высокие и резкие взмахи, то приманки сначала пытаются сыграть, но затем резко падают вниз без игры. Со стороны это напоминает по траектории подстреленную прямо на лету утку. Поэтому увеличивать амплитуду взмахов нет никакого смысла. Конечно, играть сверхкоротким взмахом на большой глубине непривычно, но это однозначно правильно. Дело в том, что на таких глубинах по-другому играть-то и не получится. Именно очень короткий взмах и есть единственно верный способ ловить одной и той же блесной на разных глубинах. И поверьте, это значительно лучше, чем пытаться победить глубину, увеличивая вес блесны или уменьшая диаметр лески. Нужен просто другой подход. И теперь вы его знаете. Настала пора вновь вернуться к игре непокорного радикального гвоздика. На коротких подбросиках даже его можно заставить красиво работать. Наши выводы про мушку, которые часто оснащают крючок блесны, очень интересные. Если мы имеем дело с блесными планерами, то есть те блесны, которые требуют плавного подъема и сброса, блесны планируют, мушка будет только мешать игре таких блесен. Поэтому на блесных планерах мушку абсолютно неэффективно использовать. Если же мы имеем дело с блесной гвоздиком, то есть блесны, которые требуют резкого подбросика, при подбросике они ложатся горизонтально, мушка начинает порусить и не давать блесне клюнуть носом вниз. Поэтому на блесны гвоздики и все блесны, которые требуют резкого подбросика, мушка будет помогать игре блесны. На планерах она там мешает. Теперь немного о балансирах. Вот как раз эта приманка является одной из тех немногих, которые позволяют успешно ловить рыбу и на мели, и на глубине широкими взмахами. Балансир на любой глубине не теряет своей игры. Изменения, конечно же, есть, но они не настолько радикальные, как в случае с вертикальными блеснами. И на мели, и на глубине балансир выдает стабильные восьмерки. На небольшой глубине это быстрые и далекие уходы в сторону, разворот и возврат к вертикали. На глубине все то же самое, но уход в сторону уже короче и значительно более замедлено. Кроме того, у балансира пауза после взмаха и на мели и на глубине практически одинаково. То есть после возврата назад балансир обязательно должен успеть развернуться на 180 градусов перед новым взмахом. Обычно на это уходит не менее 8 секунд. У самых больших балансиров эта пауза может достигать даже 18 секунд. Величина паузы при ловле с балансиром очень важна. Рыболовы, которые не додерживают паузу, будут неизбежно лишать себя значительной части поклевок рыбы. Еще у балансиров есть один секрет, который без подводной камеры трудно разгадать. Это касается манеры играть балансиром. Почему-то у большинства рыбаков принято поднимать балансир плавно или плавно ускоренно. Давайте посмотрим, что при этом происходит под водой. На взмахе балансир поднимается вверх почти вертикально. Затем резко падает носом вниз. При этом траектория его движения напоминает крыло бабочки. Балансир начинает двигаться не плавно, а наоборот очень резко. Кроме того, он и от оси лунки в сторону уходит совсем незначительно. Теперь посмотрим, как балансир играет на коротеньком и резком подбросике. Сначала он резко стартует. Затем замедляет свое движение и уходит далеко в сторону и сравнительно медленно возвращается назад к оси лунки. Теперь траектория его движения напоминает вытянутое крыло стрекозы. Эта игра сохраняется и с увеличением глубины. Замечено, что если на подвесном крючке балансира установлены порусящие украшения, то он на подбросах отклоняется на значительно меньшее расстояние. Это может негативно сказаться на его уловистости. У нас всегда получалось лучше ловить рыбу на игру крыло стрекозы. Но мы не могли понять, почему. Теперь это стало очевидно. Во время наблюдения за игрой балансира мы заметили и любопытную реакцию на него рыбы. Как правило, из всех зимних приманок именно на балансир быстрее всего подтягиваются те же окуни. Стоит буквально пару раз им взмахнуть, как рыба тут, как тут. Уже через 10-15 секунд игры вокруг балансира собирается плотное кольцо из окуней. Постепенно это кольцо начинает сжиматься. Но тут наш балансир на игре ударяет то по одному, то по другому окуню. И совсем скоро мы буквально своими руками разгоняем плотную стайку рыбы. Чтобы так не происходило, необходимо изменить технику проводки приманки. Это сделать довольно просто. Мы просто начинаем играть балансиром не на одном месте, а поднимать его вверху ступами. Тем самым приманка не ударяет по рыбе и вызывает у нее охотничий азарт. Вообще, когда ловишь стайного окуня, выгоднее всего стараться поднять приманку выше стаи рыбы. Так мы не разгоняем остальных окуней, если случится поклевка и вываживание. Если же окунь не взял, приманку нужно аккуратными сбросами осторожно опустить ко дну и вновь начать проводку вверх короткими уступами. Вообще, чем короче мы играем зимними блеснами и балансирами, тем меньше у нас шансов испугать и насторожить рыбу. Поэтому игра короткими взмахами зимой приносит часто наилучший результат. Эксперименты с камерой показали и многие другие особенности подледного блеснения. Как оказалось, наши блесны видят гораздо больше рыбы, чем мы обычно себе это представляем. Ихтеологи говорят, что если бы рыболовы знали, сколько много рыб видит их приманку, то они бы сошли с ума. В справедливости данного высказывания ученых мы полностью убедились. Да, действительно, подавляющее большинство рыбы просто интересуются нашими приманками, но совершенно их не пытаются схватить. Наблюдая за игрой блесен, мы под водой замечали движущихся щук. Кстати, это тоже немножко развенчивает миф о том, что щука всю зиму проводит в засаде и практически не двигается. На самом деле щуки двигаются довольно активно и двигаются как правило вдоль бровок. То есть они как бы патрулируют постоянно свои угодья. Но вот это вот мы заметили, ни одной щуки просто стоявшей где-то неподвижно мы не видели. Все щуки передвигались. если говорить об окуне, то обычно если случается поклевка, то это косвенно говорит о том, что сейчас их там не менее тридцати штук. Если окуни меньше, то они даже не пытаются схватить приманку, пока к ним не подтянутся подкрепление в живой силе. Когда же критическая масса окуня под лунгой увеличивается, то один из них не выдерживает и бросается на приманку. именно этот окунь и дает команду остальным брать блесну. В результате какое-то время следует одна поклевка за другой, пока количество окуней опять не уменьшается до тридцати штук. В этот момент клев прекращается и если подкрепление в виде новых окуней не успели подойти, то нужно или ждать или искать новую стайку рыбы. В завершение расскажем о развенчивании еще одного мифа про глубину. Дело в том, что на глубине тоже существует день, но этот день длится очень короткое время, он длится где-то 2-3 часа. Именно по этой причине становится понятно, что, например, до 11 часов утра рыба клюет, потом с 11 до 2 не клюет, а после 2 опять начинает брать. Просто в момент максимальной освещенности подо льдом рыба, как правило, не берет. А в сумерки утром и вечером она берет. Вот, в принципе, как это все объясняется. И еще хочется сказать о том, что на глубине даже на 12 метрах вовсе не царит полумрак, о котором многие говорят. То есть на 12 метрах можно даже прочитать надпись на блесне настолько все четко и хорошо видно. на предельных глубинах также хорошо различимы даже оттенки расцветок, блесен и балансиров. Это косвенно подтверждает важность влияния цвета приманки на клев рыбы. Даже на 12 метрах глубины красная мушка продолжает оставаться красной, а не превращается в черную, как гласит известная среди рыболовов легенда. Согласно этой легенде, все цвета приманок глубже 6 метров становятся видны лишь в черном или фиолетовом цвете. Теперь вы можете убедиться сами, что это далеко не так. сегодня мы анализировали игру блесен на разных глубинах и пришли к интересному выводу. Толщина лески на игру блесны практически не оказывает влияния. И в принципе используя более тонкую леску, например переходя с 0,4 лески на 0,25 0,22 мы фактически ничего не выигрываем в игре блесны. А ловить на более толстую леску удобнее, поэтому гораздо эффективнее использовать толстую леску. Эта зависимость сохраняется не только с судаковыми и щучьими блеснами, но и полностью распространяется и на мелкие окуневые блесны. Для наглядности мы покажем насколько незначительно меняется игра даже столь деликатной приманки как подлёдный воблер при переходе с лески 0,4 миллиметра на 0,25 миллиметров. Как вы видите отличия в игре есть, но они не столь уж очевидны. На глубине же 6 метров разницы в игре этой приманкой на толстой и на тонкой леске уже вообще нет. Теперь про игру блесны. Если вы хотите ловить блеснами на небольшой глубине то вы можете вполне тренировать игру блесен на водопаде в ванной и разные варианты взмахов как вы видите так они будут играть на небольших глубинах но если вы переходите на приличные глубины глубины более трех метров то там действует совершенно четкий алгоритм и алгоритм очень простой взяв любую блесну и посмотрев как вот такая блесна играет в ванной на коротком подбросе вы можете быть полностью уверенными что на любой леске блесна будет точно так же играть и на приличной глубине на глубине 8 10 12 метров она будет играть точно так же как и в ванной или на водопадике должна быть не больше чем длина блесны и если у вас вот такая блесна на подбросе равном длине блесны играет ванной она будет играть и на 12 метрах как вы видите игра блесны не меняется заключение хотелось бы сказать что мы занимаемся зимним блеснением более 30 лет за это время сделали сотни блесен испытали их некоторые хорошо ловили некоторые плохо ловили есть блесны которые у нас в любимчиках ходят до сих пор мы их сделали 20 лет назад но тем не менее если положить на чашу весов все те знания которые мы накопили за 30 лет и те знания которые мы получили после нескольких выездов с подводной видеокамерой то трудно трудно какие бы знания из этих перевесили в любом случае учиться никогда не поздно не ошибается тот кто ничего не делает поэтому исправили свои ошибки и пошли дальше не ошибся Субтитры создавал DimaTorzok